Меня зовут Рик Реннер, я нахожусь в древней Афродисии. Когда-то здесь была территория римской провинции Асия. Город Афродисии был посвящен Афродите, богине секса или полдородия. Перед вами развалины большого храма Афродиты, который некогда стоял здесь, в Афродисии. В целом, храмы, подобные этому, стояли по всей Римской империи. В Ефесе, в Каринфе, в Пергаме, в Риме. Языческие храмы были повсеместно. В этих храмах или капищах практиковались сексуальные оргии, осуждаемые Писанием. Царили разнузданность, разврат. Здесь же предлагалось идоложертвенное мясо. Ощущалось бесовское влияние. Христиане сторонились этих мест. О таких храмах говорится в Новом Завете. 1 Коринфянам 10 главе 13 стихе апостол Павел пишет коринфским христианам, не понаслышке знавшим, что такое капище. Такие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». И слушайте, что он пишет дальше. «Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Слово «облегчение» в греческом «экбасис», в котором приставка «эк» означает «наружу», а корень «басис» — «ступать». Целиком облегчение «экбасис», понимали так. «Передвигая ступнями, выходя оттуда». Средство облегчения — это ваши ступни. «Как просто вы вошли, так же и выходите». Павел пишет Коринфянам. «И нам тоже». «Включайте голову». «Оказались в нежелательном месте, в скверной духовной обстановке, там, где вы рискуете поступиться моральными принципами, шагайте оттуда, уходите. Бог приготовил вам облегчение, которое находится в вашей обуви и называется вашими ступнями. Вот ваш выход. Выходите так же, как и вошли. Поэтому в следующем стихе Павел пишет. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Глагол «убегайте» в греческом означает «передвигайте ступни как можно быстрее». Шевелите ногами. Когда вам нужно покинуть опасное место, вы же не плететесь, а двигаетесь быстро, молниеносно, убегаете со всех ног. Чем быстрее, тем лучше. Об этом сегодня и поговорим. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что вы смотрите сегодняшнюю программу. Мы поговорим о том, как противостоять искушению. Если вам кажется, что все ваши попытки побороть искушение безуспешны, сегодня вы узнаете, как можно и нужно их превозмогать. Искушения бывают разными. Сегодня вы услышите об общих принципах, общем действенном правиле, которому стоит следовать. Надеюсь, вам это будет полезно. Но вначале напомню, что мы предлагаем вам цикл аудиопроповедей под моим авторством, как применять духовную власть. Вы можете оказать уверенное сопротивление, послушав этот цикл аудиопроповедей, описывающий дьявольскую стратегию, нацеленную на разум христианина. Дьявол знает, что как только он проникнет в разум христианина и овладеет им, он тут же исказит мышление человека и запустит процесс его полного поражения. А как управлять своим мышлением? Как защитить свой разум от проникновения сатаны? В данной аудиосерии речь пойдет о неожиданных нападках сатаны на Иисуса в ночной час посреди моря. В Библии говорится, внезапно на них обрушился сильный шторм, буря. Как быть, когда вокруг вас совершенно неожиданно разбушевался шторм? Когда дьявол обрушивается на вас в попытке сбить с ног и растоптать? Как совластью утихомирить такую бурю? Обо всем этом речь идет в цикле аудиопроповедей «Как противостоять врагу». Вы можете скачать этот материал бесплатно. Уверен, это полезный материал. Я попросил Денис послушать его и выразить мнение насчет его актуальности. На что она отметила, Рик, эти проповеди принесут огромную пользу. Кстати, когда вы пишете или звоните нам, сообщайте о своих молитвенных нуждах, мы верим в силу молитвы. Наши служители непрестанно молятся, и мы помолимся за вас. Итак, начну с рассказа об одном случае. Много лет назад, в самом начале нашего с Денисом супружества, мы возглавили служение людям, не состоявшим в браке, при Большой Баптистской Церкви. Под словом «большая» я понимаю церковь в несколько тысяч прихожан. И так нас начали руководить служением для неженатых и незамужних прихожан. В нашем попечении было всего 50 человек. Служение стремительно развивалось, и мы даже не заметили, как вскоре у нас появилось около 800 человек, 800 одиноких людей. Но мы также учредили масштабное служение людям, недавно пережившим развод. Как известно, те, кто только развелся, зачастую попросту теряются в церкви. И нам хотелось оказать им помощь, адресную. Таким образом, наше с Денисом совместное служение началось с людей, не состоящих в браке. И те, кто пережил болезненный процесс развода. Мы любили своих подопечных, проводили с ними много времени. И мы до сих пор их любим и переживаем за них. Был среди них один мужчина, который регулярно обращался ко мне за помощью. Причем я всегда знал, о чем пойдет речь. Ведь на каждой встрече звучало буквально одно и то же. Буквально. Видя его имя среди записавшихся на встречу, я мог предсказать, что он мне скажет. Все наши встречи проходили так. Он входил в кабинет, садился на диван, опускал голову и принимался плакать. Очевидно, его снидало глубокое чувство вины. Брат Рик начинал он. Я опять это сделал. «Ну что ж, рассказывай», — говорил я. Знаю, что он скажет. «Что случилось?» Я опять пришел в гости к своей подруге. Этого не должно было случиться. Не успел я и глазом моргнуть. Как меня обуяла страсть. Короче, мы оказались в постели и согрешили. Мне так горько. Зачем же я опять это сделал? Зачем я всегда это делаю? Далее я за него молился. После мы молились вместе. Ему установился случай, и он уходил. Вскоре он появлялся вновь, и мы повторяли то же самое. И так далее и тому подобное, пока однажды я не сказал ему. «Где тебя обычно настигает этот соблазн?» «В квартире моей подруги. А ты не думал о том, чтобы больше туда не ходить?» Это же вредит. Оставаясь наедине друг с другом в квартире подруги, где вы всегда совершаете этот грех, вам это не полезно. Коль в этой квартире вы не можете устоять против греха, так перестань туда приходить и оставаться с ней наедине. До сих пор помню его реакцию. «Что?» «Вы велите мне убегать от искушения?» «Говорите, что нужно уходить оттуда?» «Я уверен, что Бог хочет, чтобы я оставался там и доказал свою духовную стойкость. Если я духовно зрелый христианин, если я и правда крепок и зелен духом, я смогу стоять твердо перед лицом соблазна и превозмочь его. Так я докажу свою стойкость». Я ответил, «Друг мой, очевидно, ты этого не доказываешь. Желая оставаться там и доказывать свою стойкость, ты на самом деле доказываешь свою слабость, впадая в грех раз за разом. Включи голову и выбирайся оттуда. Коль там ты опять поддашься соблазну и согрешишь, не ходи туда. Друзья, порой нам нужно попросту избегать соблазнительных мест, избегать того, что нас соблазняет. Приведу примеры своей жизни. Я давно занимаюсь своим здоровьем. Слежу за весом, делаю зарядку, внимательно слежу за собой. Верю, что мне предстоит еще много пройти и многим послужить. И в этом я прошу помочь мне. Будьте моим партнером. Помогите служить людям библейским учениям. По этой причине я слежу за собой. Но у меня есть одно особенное искушение в области питания. Узная вы о моем рационе, вы бы изумились. По части еды я держу себя в ежовых рукавицах. Я ем понемногу, ем строго, по расписанию, стараясь поддерживать себя в хорошей форме и добром здравии. Однако по воскресеньям, всегда по воскресеньям, меня постигает одно конкретное искушение в области еды. У вас есть слабости в этой области? Бывает, что вы сидите на диете, хорошо держитесь, и вдруг вас начинает сильно тянуть на что-то лишнее. Со мной такое бывает каждое воскресенье. И угадайте, в какой момент? Во время хвалы и прославления. И почему же во время хвалы и прославления? Потому что воскресенье — длинный день с несколькими богослужениями, на которых мы выкладываемся по полной. И обычно после всех служений я возвращаюсь домой один. Почему один? Денис, как обычно, задерживается в церкви еще на несколько часов и служит сестрам. Вот мне и приходится возвращаться домой одному. По дороге домой я проезжаю мимо одного ресторана быстрого питания, предлагающего большие гамбургеры, большие порции картофеля фри, мороженое, и всю остальную неполезную еду. А я все это люблю, но не ем. В церкви же, во время хвалы и прославления, воздев руки Господу, я поклоняюсь Ему в чудесном присутствии Духа. И вдруг я ловлю себя на мысли о гамбургере с картофелем фри и мороженом. Во время пения. Правду говорю. На полном серьезе. Тут же связываю эти мысли, твердя себе, нет, ни за что нельзя. И вот уже пора выходить за кафедру. А меня по-прежнему атакуют мысли о гамбургере, картошке и мороженом. Служение скоро завершится, ты поедешь домой, поедешь один. И я знаю, если я поеду домой один, с высокой степенью вероятности, проезжая мимо этого ресторана, я сверну с дороги, припаркуюсь у двери ресторана и, сидя в машине, буду молиться от мысли «Пойти? Не пойти?» Затем, скорее всего, я сдамся, выйду из машины, войду в ресторан, подойду к стойке заказов, посмотрю на аппетитное меню и закажу так и все то, чего заказывать не должен. Затем приду домой, залью все это дело кетчупом, съем, и уже через час буду злиться на себя, горько сожалея о содеянном и укоряя себя за недостаток самодисциплины. Но зачем? Ты же так хорошо держался. Зачем? Зачем? Зачем ты поддался этому соблазну? Вот такое у меня искушение. Я о нем помню и делаю все, чтобы его избегать. И что же я делаю? Вместо того, чтобы отправляться домой одному, я беру с собой помощника. Он хорошо меня знает. Я с ним предельно откровенен и всегда прошу его. Я еду домой, если по дороге я попрошу тебя заехать в этот ресторан, чтобы купить мне гамбургер или картофель фри или мороженое, посмотри мне в глаза и скажи, пастор, мы этого не сделаем. Я дал помощнику право останавливать меня. А когда я один, остановить меня некому. Дух Святой меня обличит, знаю, но ведь Святого Духа я могу проигнорировать. А когда рядом сидит кто-то, кому я подотчетен, то, по всей вероятности, я не решусь заехать в этот ресторан и купить себе гамбургер, картошку и мороженое. Потому я дал помощнику право отказывать и запрещать мне. В этом вопросе. Когда по дороге домой я говорю, свернем, он смотрит мне в глаза и с уважением и добротой отвечает, пастор, мы же договорились, нет, мы не свернем. Так мы едем дальше. И представляете, как только ресторан остается позади, искушение исчезает. Все. Я победил. Приеду домой, поем нормально. На душе радость от того, что я предпринял все необходимое, чтобы избежать искушения. Я мог бы ехать домой сам и проезжая мимо ресторана, молиться на языках, связывать дьявола, но не гораздо ли проще попросить поехать со мной кого-то, кто меня остановит. Ведь это практично. И подчас такая же элементарная практичность поможет вам в борьбе с вашими искушениями. Например, вы искушаемы посплетничать. У некоторых есть такое увлечение. Посудачить о ком-нибудь. Сунуть свой нос туда, куда не следует. И что делать? Держитесь от этих людей подальше. Если в общении с определенными людьми вас постоянно подмывает посплетничать, держитесь от этих людей подальше. Найдите себе другой круг общения, в котором нет сплетников, и вы не будете сплетничать. Или вы искушаемы злиться. Вы огорчаетесь, злитесь и обижаетесь на кого-то при каждой встрече с этим человеком. Будет мудро не соприкасаться с теми, кто вас огорчает. Это не значит, что вы их не любите. Просто вам нужно личное пространство во избежание привычных проявлений огорчения или обиды, злобы. Установите дистанцию между собой и этими людьми. И не сокращайте ее. Или, как для многих наших современников, ваш соблазн — это порнография. Вы сидите за компьютером, и вдруг вас постигает искушение, противостоять которому вы не в силах. Ваши пальцы пробежали по клавишам, и вы уже видите то, чего видеть не следует. И вот вы вновь оказались в сетях порнографии. Посоветую вам следующее. Установите на компьютере фильтр или систему подотчетности, которая сразу же отправит вашему другу или супруге предупреждение о том, что вы посетили порнографический сайт. Это поможет вам не посещать подобные сайты. Есть определенные практичные приемы для того, чтобы лишить соблазн его силы. В первом послании Коринфянам, в 10 главе, говорится о том, что коринфские христиане боролись со всевозможными соблазнами. Каких только соблазнов не было в Коринфе. Пристрастия, сексуальные искушения, соблазны, соблазны, соблазны. Одним из таких соблазнов стали визиты христиан в местные языческие капища за мясом, ранее предложенным в жертву идолам. Об этом можно прочитать в 10 главе 1 Коринфянам. Кто-то спросит, а что плохого в употреблении в пищу идоложертвенного мяса? Ответим на этот вопрос. В употреблении мяса ничего плохого не было, а по словам Павла, даже сам идол не значил ничего, будучи лишь каменным извоянием. Итак, если идол ничто, и употребление мяса не важно, и нет никаких последствий, то почему Павел велел христианам не есть идоложертвенного мяса? Отвечу и на этот вопрос. В языческом мире существовало множество языческих храмов, подобных тому, в городе Афродисии, возле развалин которого я стоял в начале программы. Такие капища строились во всех городах языческого мира. В Коринфе, Ефесе, Смирне, Пергаме, Афинах, Риме, везде. В языческих храмах наблюдалась сильная демоническая активность. Язычники посещали эти капища для участия в жертвоприношениях в честь своих идолов или божеств. Поскольку речь шла о жертвоприношении божествам, жертвы выбиралось все лучшее, например, мясо приносилось не просто хорошее, а лучшее из лучших. Язычники жертвовали своим божествам только наилучшее мясо. По завершении обряда жертвоприношения, когда все паломники покидали капище, жрецы очищали мясо и выкладывали его на продажу за дверьми капища, а иногда прямо внутри. У каждого храма был свой рынок, сбыта жертвенного мяса. По сути, это было противозаконно. Жертвенное мясо доставалось жрецам бесплатно, и все средства от продажи они присваивали себе. Зачастую, это мясо продавалось тем же людям, что его принесли. Если человеку нужно было найти лучшее мясо в городе, он шел в капище, ведь только там на продажу выставлялось лучшее мясо. Для христиан дело было не в мясе, а в том, что внутри капищ наблюдалась не только сильная демоническая активность, но также и половая активность. Речь идет о гнусном разврате, настоящей бесовщине. Храмы стали колыбелью, рассадниками порока, и христиане были вызволены из этого образа жизни, были освобождены и избавлены от этого, и посещение этих капищ ради приобретения хорошего мяса для готовки вновь погружало их в прежнюю обстановку со всеми звуками, с которыми они были прекрасно знакомы, и сценами, столь хорошо им известными. Это вызывало в них старые, уже позабытые ощущения, от которых их уже освободила Божья сила. Посещая капища, христиане рисковали оказаться совращенными на прежние пути, где их поджидал грех. Определенно точно, в капищах христианам не место. Вот о чем пишет нам апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе 19 стихе. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Это все равно, что сказать «идол ничто». Или «идоложертвенное» значит «что-нибудь». Он говорит о мясе, и далее в 20 стихе «нет». Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, в греческом это слово указывает на демонов. По словам Павла, дело не в идолах, и даже не в мясе, а в том, что внутри этих капищ происходило бесовское действие. В капищах буйствовала ничем не прикрытая бесовщина. Далее, в 20 стихе, «приносят бесам, а не Богу». Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, или как в греческом «с демонами». Слово «общение» на греческом «коинония». Мы используем это же слово для описания общения верующих друг с другом, или общения со Святым Духом. А здесь данное слово указывает на общение с бесами. Речь идет о установлении связи с ними, участии в их деятельности. По словам Павла, посещая храмы ради покупки мяса, христиане подвергают себя опасности подпасть под бесовское влияние. Эти бесовские духи начнут искушать вас, угнетать вас. Они вновь втащат вас в рассадник порока, из которого вы были вызволены. Лучше избегать этого мяса. Избегать. Обходиться без него. Берегите себя. Не посещайте места, в которых на вас обрушатся соблазны. Вот почему. В 1 Коринфянам 10 главе и 13 стихе апостол пишет «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, фраза, не иное, как человеческое». Это перевод греческого «антропинос», производного от «антропос», который указывает на все человеческое и естественное. А слово «антропинос» характеризует что-то весьма обыкновенное, ничем не выдающееся или типично человеческое. Павел пишет, что любое искушение это обычное явление, когда вы оказались под действием соблазна и поддались ему. Вам это кажется чрезвычайным, сверх ваших сил. Но Павел пишет «Друзья, не паникуйте, дайте здравую оценку положению. Ваше искушение съесть лишнего это обычное явление, типичное для всего человечества. Соблазн смотреть на то, что не следует, не является чрезвычайным». С этим столкнулись многие, и многие успешно это преодолели. Смогли они, сможете и вы. Отнеситесь к этому здраво, не преувеличивайте силу соблазна, посмотрите на него и скажите, «Ты для меня ничто, трохотное, ничем не выдающееся, типично человеческое. Я отметаю тебя в сторону». И затем Павел говорит нам, как отмести соблазн в сторону. Вот его слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И далее, в конце стиха читаем, «При искушении Бог даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И вот слово «облегчение» – перевод греческого слова «экбасис», очень простого слова. Кто знает греческий, сразу же поймет, что оно значит. Приставка «эк» означает «наружу», например, как «выход наружу» или «выйти наружу», а корень «басис» означает «ступать», «идти». Вместе они образуют библейское слово «облегчение», что значит «выход», «выйти наружу» из чего-то. То есть Бог укажет вам на способ, которым вы сможете выйти из положения. Бог предосмотрел для вас выход из любой ситуации, из любого положения. Этот выход ближе, чем вам кажется. И он называется «ноги» или «ступни». Слово «облегчение», греческое «экбасис» значит «выйти откуда-то». Как вы вошли в трудное положение, как вы вступили в неприятный разговор, как вы вошли на сайт, на котором вам совершенно нечего делать. Также возьмите, развернитесь и «экбасис» своими же ногами выходите из этого положения. Поразительно, что многие молят Бога «укажи мне выход из этого положения». Пусть сейчас кто-нибудь позвонит и помешает мне сделать то, что я хочу. Пусть кто-нибудь постучит в мою дверь и остановит меня. «Боже, дай! Боже, пошли молнию! Разряд Твоей силы! Боже, останови меня! Но в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе говорится, что Бог уже приготовил выход «экбасис». Этот выход находится в ваших ботинках, в ваших ступни. Передвигайте ступнями, бегите оттуда, да-да, убегайте. Поработайте ступнями и выходите из положения. Вот почему в следующем стихе Павел пишет Коринфянам, «Итак, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение». Бегите из того места, где вы рискуете согрешить. Бегите. Глагол «убегайте» в греческом «фиуго» означает «передвигайте ступни как можно быстрее». В таких случаях, говорят, только пятки сверкают, ноги в руки и дёру. Только его увидели. Срочно убегать. Проявлением зрелости будет избежать соблазна полностью, но если уже оказались в трудном положении, то скажите тому, кто рядом, «У меня срочное дело, я пошёл». Встали и ушли. Не нужно никого винить в скверном характере или сплетне. Не нужно пенять на окружение, просто шагайте оттуда. Встаньте и выходите точно так же, как вошли. Выходите оттуда. Вот какой выход из положения Бог для вас приготовил. Здравый смысл. Именно его многим и не достает. Им нужны гром и молния, звонок, стук в дверь, а Бог дал вам право выбора. Как вы вошли не туда, так же оттуда и выходите. Сделайте всё так, чтобы не оставлять место для искушения. наше время вышло. Я вернусь через минуту. Мы помолимся. Дождитесь конца передачи. Верю, что сегодня Бог коснётся вас по-особому. Вам кажется, что вы сражаетесь за свою жизнь? Или же враг атакует ваш разум депрессией, страхом или искушениями? Вы христианин, и вы не должны с этим соглашаться. Вы можете противостать врагу и одержать над ним победу. В духовных битвах мы сражаемся не только с плотью и кровью, но и с невидимыми духовными противниками. Через что бы вы ни проходили, Иисус уже наделил вас силой и властью наносить врагу поражение каждый день. В этой аудиосерии Рик Реннер объясняет, как одержать победу над силами тьмы, атакующими ваш разум. Имея Божье всеоружие и знание того, как его использовать, вы можете выиграть битву за свой разум. Зайдите на наш сайт, чтобы бесплатно скачать эту серию проповедей. Вы узнаете, как именно дьявол оказывает давление на ваш разум, желая завладеть вашей жизнью. Но вы способны одержать победу, научившись покоряться Богу и оказывать сопротивление дьяволу. Примите решение доверять Богу, подчиниться Его Слову и не принимать ложь врага. И вы увидите, как меняются обстоятельства вашей жизни. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте бесплатно эту серию аудиопроповедей. Это учение поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отражать любую ложь врага и жить в победе каждый день своей жизни. Меня зовут Джоэл Реннер и я хочу сказать огромное спасибо всем партнерам нашего служения. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем помогать детям с ограниченными возможностями. Без вашей поддержки мы бы просто не смогли заботиться о них. Мы организовываем мероприятия для детей и их родителей, где они, забыв обо всех проблемах, могут просто насладиться общением друг с другом. Несколько раз в году мы ставим детские мюзиклы, основанные на библейских сюжетах. И дети с ограниченными возможностями могут услышать Божье Слово и узнать, как сильно Бог любит их. Также с ними в церковь приходят их родители, дедушки и бабушки и все они с радостью ожидают начала программы. Делая пожертвования в служении Рика Реннера, вы приносите огромную радость в жизнь этих детей и дарите им надежду Божьего Слова. И все это было бы невозможным без поддержки наших партнеров. Друзья, еще так много детей нуждаются в вашей помощи. Если вы примете решение стать нашим партнером, мы сможем вместе заботиться о них. Нам очень нужна ваша поддержка. Благодаря щедрым и открытым сердцам таких людей, как вы, у нас есть возможность дарить любовь и тепло этим детям. Ведь они в этом действительно нуждаются. Свяжитесь с нами, зайдите на наш сайт и окажите нам поддержку. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем продолжать менять жизни этих детей. Хочу помолиться за вас с верой в то, что сегодня же Бог проявит вас свою силу и поможет вам мыслить здраво. Божьи силы и здравомыслие действуют совместно, помогая вам покинуть место или найти выход из положения, в которых вам нехорошо. Бог предусмотрел для вас выход из любого искушения, и я помолюсь об этом. Позвольте напомнить о том, что мы предлагаем бесплатно цикл аудиопроповедей «Как противостоять врагу». Поймите, вы сражаетесь не с плотью и кровью, не с ними, а с духовными силами вокруг вас. Зачастую эти силы незримы, но они действуют. Откажитесь поддаваться им. И, простираясь в духе, пресекайте каждое нападение этих сил. Тогда окружающие вас обстоятельства начнут меняться на ваших глазах, и вы обретете победу. Эти проповеди помогут вам добиться победы. Скачайте этот цикл аудиопроповеди бесплатно. А если за вас нужно помолиться, сообщите нам об этом. И мы помолимся. Мы верим в силу молитвы и верим, что Бог вас коснется. Итак, я за вас помолюсь. Отец, во имя Иисуса благодарю Тебя за власть Твоего Слова и силу Святого Духа. Отец, я молюсь, чтобы Божье Слово действовало в сердце моего дорогого друга, как и сила Святого Духа. Молюсь, чтобы сила Святого Духа наполнила их сердце. Словно мощная река снесла на своем пути все вражеские преграды, уничтожив их. Господь, помоги моему другу мыслить здраво, избегать того, чего нужно избегать и самому выходить из опасного положения. Помоги, воодушеви и укрепи, чтобы он сделал то, что требуется. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что провели со мной время. Вспомним Экклесиаста 84, где слово Царя «Там власть». Не забывайте, у Божьего Слова есть сила и власть. До встречи в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров Корректор А.